Здравствуйте! Вы смотрите iNews в студии Андрей Соколов и прямо сейчас самые интересные новости из мира высоких технологий. Компания Apple провела презентацию, где представила новое поколение своих планшетов. Публике показали iPad Air 2 и его младшего собрата iPad Mini 3. iPad Air 2 по сравнению со своим предшественником стал тоньше и производительнее. Планшет оснащен процессором Apple A8X, 2 ГБ оперативной памяти, датчиком Touch ID, NFC-модулем, а также улучшенными камерами. 32-гигабайтная версия iPad Air, как и в случае с новыми iPhone, исчезнет из продаж. На рынке останутся только три модификации на 16, 64 и 128 ГБ внутренней памяти. Устройство будет доступно в трех цветовых исполнениях – серым, серебристым и золотистым. Что касается младшего собрата iPad Mini 3, то его характеристики проще. Планшет также оснастили сканером отпечатков пальцев, немного улучшили, как и в старшей версии, экран, однако процессор здесь предыдущего поколения – A7. И кроме того, отсутствует модуль NFC, которую Apple предполагает использовать для своей бесконтактной платежной системы. Но и стоить iPad Mini 3 будет меньше своего старшего собрата. Оба планшета будут конкурировать с топовыми решениями от Samsung и Sony. Новое iPad, как недавно, и новое iPhone подорожали по сравнению со своими предшественниками. Поэтому у покупателей поводов задуматься о том, девайс какого производителя приобрести, стало еще больше. Ведь топовые планшеты на Android все же несколько доступнее, хотя предлагают не меньший функционал. Большая часть россиян выступает за введение цензуры в интернете. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на исследования Левада-центра. Таковых набралось 54%. В качестве основных причин для введения подобных мер они видят наличие множества опасных сайтов и материалов во всемирной паутине. В то же время меньшее, но тоже значительное число респондентов считает, что опасности интернета переоцениваются и не являются достаточными для того, чтобы вводить цензуру. Таковых среди проголосовавших оказался 31%. Оставшиеся 15% опрошенных россиян затруднились ответить, как они относятся к подобным мерам. В Татарстане за сентябрь через портал Госуслуг Республики было осуществлено платежи на сумму более чем 84 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Министерства информатизации и связи. Данные показатели вдвое выше тех, что были за аналогичный период прошлого года. Напомним, при помощи портала можно оплатить, не выходя из дома, услуги ЖКХ, счета за электроэнергию, тепловую энергию, газ, обслуживание сигнализации квартиры, домашний телефон и телевидение, а также услуги интернета. Помимо этого, оплатить коммунальные услуги можно при помощи мобильного приложения «Услуги РТ». Оно абсолютно бесплатно и доступно в магазинах приложений App Store и Google Play. В завершении выпуска наша рубрика видео. Австралийский CG-аниматор Крис Джонс опубликовал на своем канале гиперреалистичную анимацию человеческого лица. Аниматор планирует использовать ее в будущем для создания человекоподобных персонажей в фильмах. Получилось, надо сказать, действительно очень реалистично. Субтитры создавал DimaTorzok Пока на этом все. Смотрите iNews и оставайтесь в курсе самых интересных событий из мира высоких технологий. Также много интересного вы можете узнать в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Ее адрес вы сейчас видите на экране. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok